Многие из вас уже этим летом будут зачислены в университеты России, может быть, за рубежа, кто вы знает, может быть, вы какие-нибудь нереальные гении, а кому-то только предстоит испытать на себе весь процесс поступления и подачи документов. В этом ролике я расскажу вам о своем опыте, хоть он и старенький, зато очень ценный, и, возможно, кому-то поможет на пути поступления в университет мечты. С вами сегодня я, Шерин Кейли, я три раза сдавала ЕГЭ по английскому языку не потому, что плохо сдала, а просто потому, что мне весело. Сдала на 96, 98 и 99 баллов, я уже в сентябре буду три года готовить выпускников к ЕГЭ по английскому языку. В свое время, в школьное время сдала международный экзамен на уровень C1, что приравнивается к уровню Advanced, и также, благодаря тому, что в свое время хорошо сдала все экзамены, средний балл у меня 90, поступила на бюджет в Российский университет дружбы народов по направлению политология. И вот как раз про этот замечательный университет, РУДН, я сегодня вам вкратце расскажу, больше буду останавливаться, конечно, на процессе поступления, также расскажу вам о том, какие вообще есть варианты жизни после уже того, как вы поступили, есть ли возможность перевода, а что вообще, если мне не понравилось мое направление или мой университет, в который я поступила или поступил, все расскажу в этом ролике. Но если вам только предстоит сдавать ЕГЭ, а в особенности ЕГЭ по английскому языку, я вам советую перейти в мой Телеграм-канал, можно перейти по ссылке в описании, либо отсканировать QR-код, который указан на этом слайде. В моем Телеграм-канале я регулярно публикую полезные материалы, там есть закрепленные сообщения, в котором есть кладезь полезных файлов, так что те ребята, которым через год предстоит сдать ЕГЭ по английскому языку, welcome! Итак, в первую очередь я поделюсь с вами своим опытом подготовки к ЕГЭ, сразу скажу, сколько у меня за каждый из экзаменов было баллов. Я сдавала всего, давайте пропишем, у меня из экзаменов был русский язык, русский, затем английский, конечно же, история, это был тот предмет, которого я больше всего боялась, и общество здания. Вы мне скажете, а где математика? В мой год математику базовую отменили, поэтому математику я не писала. Русский язык я сдала на 94 балла, английский на 99 баллов, историю на 77 баллов и общество знания на 60 любимых моих потрясающих баллов. Знаете, я еще так прописала, надо было английский наверх поставить, чтобы была градация, на уменьшение шли. Но в любом случае я своими баллами очень горжусь, потому что все эти баллы я получила благодаря большому труду, который я проделала на протяжении всего учебного года, 11 класса. Но больше всего, конечно, я отдавала приоритет английскому языку и истории. С истории так получилось, что получила 77 баллов. Не могу сказать, что это очень плохой результат. Для меня в тот момент, когда я получила эти результаты, я, конечно, думала, что у меня разрушился весь мой мир, что я никуда не поступлю, что я никому с такими баллами не нужна. Если вы, кстати, сложите три моих экзамена, по которым я как раз и поступала, с общество знания, если что, я не поступала, у меня вышло 270 баллов. Плюс 10 баллов я получила за золотую медаль. Получается 280 баллов. Ну такая уже солидная цифра выходит, но я почему-то думала, что я никуда не поступлю. Что вообще хочется сказать про подготовку? Подготовку я начала достаточно поздно, в особенности к истории и русскому языку. К обществу знаний я вообще никак не готовилась. Я буквально сходила на два занятия на какие-то курсы, которые были при университете БФУ в Калининграде. Но это мне ничего не дало, я оттуда ушла и подумала, ладно, ну записалась на экзамены, записалась, мне это вообще в целом не нужно. Поэтому обществу знаний я хотела сдавать просто для веселья какого-то, просто повеселиться, посидеть, посмотреть, как другие переживают, возможно. Поэтому в целом общество знаний мы можем с вами вычеркнуть так из этого списка, чтобы оно нам глаза не мозолило своими 60 баллами. Но я ими горжусь, потому что у меня было что-то 15 из 30 за вторую часть первичных баллов. Я была очень горда собой. Давайте расскажу про экзамены. В порядке, получается, убывания результата. Самый мой высокий результат — это английский язык, 99 баллов. К английскому языку я готовила всю свою жизнь. Ну, ладно, не всю свою жизнь, с первого класса, с начальной школы. И вообще английский язык сначала была совсем не моя сфера интересов, мне вообще не нравился этот язык. У меня до сих пор есть голлицинский учебник, который у меня весь в слезах, потому что я ненавидела решать грамматику, изучать это всё, изучать лексику. Для меня это была самая настоящая каторга. Но через какое-то время мой педагог, она привила мне действительно большую любовь к этому предмету, и я загорелась. Начиная с восьмого класса я начала участвовать в олимпиадах, показывать высокие результаты. Потом я почувствовала, что с тем преподавателем, который у меня до этого был, я больше не расту. Мне пришлось сменить преподавателя. И после этого я уже прям показывала очень крутые результаты на олимпиадных движениях и также уже, соответственно, международных экзаменах. Впоследствии это всё, весь этот мой большой опыт помог мне сдать экзамен на высокие баллы, на 99 баллов. Но могу сказать откровенно, что к формату ЕГЭ я готовилась не очень-то и активно. Я решала варианты, которые у нас были в школе, на пробниках, у репетитора мы иногда решали варианты. Но больше я фокусировалась именно на олимпиадах, потому что у меня была мечта взять какой-то диплом, может быть, победителя, может быть, призера. Ни в коем случае никогда не метила на всеросс. Но я участвовала в перечневых олимпиадах. Я участвовала в Герценской, Герценовской, да, от Питерского университета. СПБГУ олимпиады, Ломоносов олимпиада от МГУ. И олимпиада Покори Воробьёвы горы тоже от МГУ. Прошла на заключительные этапы от трёх олимпиад, поехала только на две. От Ломоносовской, ну, точнее, МГУ Ломоносов и Покори Воробьёвы горы. На обеих этих олимпиадах мне не хватило буквально несколько баллов до того, чтобы получить диплом. Тогда я тоже думала, что всё, моя жизнь окончена, что я, если не по олимпиаде, то я вообще никак не поступлю по ЕГЭ. Но в любом случае все эти работы, все эти форматы писем, которые я писала, это всё мне в любом случае помогло сдать экзамен на высокий балл. И я очень горжусь тем, и вообще той Шерин, которая была в том далёком 2020 году, что она смогла получить такой крутой результат. Дальше русский язык. Русский язык у меня шёл не очень хорошо на протяжении всей моей школьной жизни. Я ставила одну-две чисто по интуиции, я не знала правил пунктуации, я вообще не понимала, как работает ударение в русском языке, я до сих пор допускаю ошибки. Потому что это всё у меня, как-то, знаете, внутренней грамотности у меня никогда точно не было. Это всё у меня приходило с опытом, приходило с практикой и с изучением теории, которой у меня, к сожалению, в школе было не очень много. В одиннадцатом классе первые полгода, к сожалению, я просто убила на историю. Я не фокусировалась вообще на других предметах, и русский у меня был очень плох. Я написала свой первый пробник в одиннадцатом классе, он был в январе, что-то в районе на 40-50 баллов. Я очень сильно расстроилась, я начала паниковать, я думала, боже, а что же я буду делать? А как же я вообще сдам этот экзамен? И после этого я открыла для себя Сашу Долгих, shout out to Саши Долгих. Я начала заниматься с нашим преподавателем по русскому языку. И благодаря этому человеку замечательному, у меня 94 за русский язык. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать, потому что в тот момент я ожидала, ну, баллов 70. Я думала, что я вообще в русском языке всё завалю. Я никогда не думала, что русский язык можно сдать так хорошо, когда ты, ну, внутренне не уверен в своих баллах. Но структура, правила, лайфхаки, которые нам рассказывал Саша, это всё очень сильно помогло. И я действительно чувствую, что тот результат, который у меня получился, это лучше вообще из того, что я могла получить. Это заслуженный балл. Если бы я готовилась дольше, если бы я больше уделяла времени именно русскому языку, возможно, тут была бы сотка. Потому что все мои ошибки — это в тесте. Как раз те злосчастные 1-2. Я не стыжусь этого, мне только нравится, что я до сих пор даже не знаю, какой это там ответ. Я до сих пор помню то слово, но я не помню, какой это там ответ, не знаю. И очень много, да, у меня вроде бы было 3 или 4 ошибки в тесте. Сейчас шкала уже поменялась, но на тот момент это было 3-4 ошибки. Я горжусь тем, как у меня прошёл вообще весь этап сдачи русского языка, английского языка. Всё было круто. А вот с историей, с историей у меня была нелюбовь с самого начала. Я никогда не учила историю, не сдалось. И вообще, в целом, история для меня была чем-то очень непонятным, нелогичным. Я никогда не интересовалась этим, но первые полгода провела в не очень хорошем месте. Занималась с репетитором, было некомфортно, было очень плохо. Мне давали неправильную информацию, мне не объясняли вторую часть. И было, в общем, очень грустно. После этого я ушла снова в онлайн-образование, спасибо Умску. Я начала просто экстренно готовиться к истории, которую я вообще никогда не открывала и не понимала. Как итог, 77 баллов. Я готовилась к сотке, я готовилась к 90+, я мечтала об этом, но так получилось. Когда я вышла с экзамена, я нашла только 2 ошибки, но я чувствовала, что у меня точно 90+, 100%. Получилось 77, первые несколько часов я была в истерике, наверное, первый день я была в истерике. И потом я это просто все приняла. И дальше пошел очень интересный этап. Поступление. Во время поступления вы должны быть самым умным и самым хитрым. Как бы это странно сейчас не звучало, но действительно выигрывают те ребята, которые знают, как вообще работает все поступление. Почему я об этом говорю? Потому что немногие смогут разобраться в сайтах вуза. Немногие смогут разобраться с вообще структурой подачи документов, заявлений и всего подобного. В мой год все поступление было полностью онлайн. Мы не должны были привозить оригиналы аттестатов. Мой оригинал аттестатов все еще лежит у меня дома, я его не относила в вуз. Все поступление происходило онлайн в силу нашей коронавирусной инфекции, пандемии, которая на тот год была только в своем рассвете. Я подавала свои документы в 5 университетов, возможных 5 университетов. Это был СПБГУ, университет моей мечты. Мечтала попасть на направление международные отношения. Также подавала на зарубежное регионоведение и, если мне не изменяет память, на туризм. Но это подавала просто так, чисто по фану. Второй питерский университет, в который я подавала документы, это был Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Вроде как вот так пишется, да, СПБГУ. Не помню точное направление, на которое подавала. Вроде бы тоже международные отношения, зарубежное регионоведение и, блин, таможенное дело, что ли. Не знаю, зачем я это сделала, но просто как-то так получилось. Далее уже шли московские университеты. Из московских я подавала в Российский университет дружбы народов, я подавала в Московский государственный лингвистический университет, и я подавала в Российский государственный гуманитарный университет. Как вообще происходил именно выбор университетов? В первую очередь, кстати, напоминаю, 60 баллов мои за общество знания. Эти баллы мне давали возможность поступить в Балтийский федеральный университет имени Канта. Это мой региональный университет в Калининграде, да, в Калининграде, в Калининградской области, в общем, в Калининграде, Буфу имени Канта. Я туда проходила на бюджет с общество знания. К сожалению, у нас в тот год не было никаких направлений, которые бы принимали историю английский и русский, не было таких комбинаций, но была комбинация история, общество знания и русский. И вот, казалось бы, с такими не очень большими баллами у меня были ожидания намного выше. Я могла спокойно пройти на бюджет в Буфу. Буфу неплохой университет, просто мне хотелось, возможно, уехать именно из своего города и открыть для себя какой-то другой новый мир. Поэтому я выбрала два питерских университета и три московских. Два питерских университета, ну, они достаточно престижные. Это университеты с не самыми низкими проходными баллами, особенно если мы говорим про СПБГУ. Хоть и в СПБГУ больше бюджетных мест на то же направление международное отношение, но проходной балл здесь выше, потому что конкуренция намного больше. Университет достаточно популярный и, следовательно, людей туда поступить больше хотят. В СПБГУ, экономический университет, я подавала по принципу того, что я хотела минимум два университета в каждом из городов. Увидела там относительно невысокие баллы, посмотрела на прошлые баллы проходные, подумала, возможно, мне повезет, возможно, в университет не будут подавать какие-то супервысоковальники, стувальники, и я пройду. К сожалению, ни в один из этих университетов я по баллам не проходила. Вроде как я проходила на туризм, но я не хотела, на таможенное дело я вроде тоже проходила, но я не стала подавать сюда никакие согласия и рассматривать в итоге два этих университета. Далее идут московские университеты, РУДН, МГЛУ и РГГУ. Вот здесь был самый настоящий замес, потому что я подала свое заявление как согласие на зачисление где-то за пять минут до окончания приема вообще всех согласий. Это звучит странно, это звучит вообще очень по-сумасшедшему, потому что я, по сути, за пять минут выбрала свое направление. Я в Российской университете дружбы народов подавала на направление политология, подавала на международные отношения и на зарубежное регионоведение. В МГЛУ я подавала на международные отношения, подавала на зарубежное регионоведение и на что-то еще, на что не помню. В РГГУ тоже вроде международные отношения, зарубежное регионоведение и еще что-нибудь. Я всегда брала что-то третье, просто чтобы было. Из Российского государственного гуманитарного университета мне прям звонили, говорили, подавайте согласие, мы вас берем, пожалуйста, приходите к нам. Я не очень хотела туда идти, потому что не чувствовала какого-то жесткого престижа от этого университета, хотелось чего-то покруче. Плюс ко всему, вроде мне звонили не с международных отношений, а у меня была мечта. Я хотела поступить на международку, изучать два иностранных языка, чтобы у меня была прям жизнь, потом поехала куда-нибудь в ООН работать дипломантом. В Московском государственном лингвистическом университете почему я туда не поступила? Потому что они не отвечали мне на телефон. У них очень медленно и вообще очень редко обновлялся сайт с теми ребятами, которые подали согласие. И когда оставалось полчаса до окончания приема согласия, вообще в этот момент происходит самое веселое. В этот момент все начинают уже распределять свои, так сказать, аттестаты, но в тот момент это просто был документ согласия. И вот в тот самый ответственный момент сайт не обновлялся. Я думаю, ну, наверное, стоит позвонить, вообще узнать, на каком я сейчас месте, потому что никак картину не понять. Вы можете, я могла в тот момент просто подать свое согласие вслепую, а потом получить отказ из-за того, что я не прошла по бюджетным местам. А вот в РУДН я захожу на сайт, они обновляли его очень часто, чуть ли не каждые две минутки, или вообще прям в режиме онлайн постоянно все менялось. Я вижу, что на направлении политология я прям 100% прохожу. Я буду последней, если сейчас подам свое согласие. Я решаюсь позвонить туда, в приемную комиссию, уточнить, вдруг там произошла какая-то задержка, вдруг они не обновили еще результаты, и уже кто-то занял мое место. Я позвонила, мне сказали, вполне, да, если вы прямо сейчас подадите свое согласие, то вы будете последней на бюджетное место. Я просто беру, без вообще каких-либо раздумий, подаю свое согласие на направление политология в Российской университете дружбы народов, и закрываю сайт в истерике, в страхе, потому что я думала, что там точно что-то поменяется. Согласие, точнее уже документы, которые подтверждают тот факт, что вы поступили, приходят на следующий день, утром. Я подумала, что все, я не буду ни в коем случае ничего смотреть, до того времени не буду заходить на сайт, мало ли что, не хочу расстроиться раньше времени. И тут, чтобы вы понимали, заходит моя мама в комнату и говорит, а кто-то взял и подал согласие, а у них баллов больше, чем у тебя, ты не на бюджете. Я расстроилась, я очень расстроилась, я думала, ну все, пойду во вторую волну, если мне не изменять память, сейчас второй волны нет. Тогда была. А потом, как оказалось, этот человек уже свое согласие отправил позднее, чем указанное время. Его согласие аннулировали и прошла, соответственно, я на бюджет в Российский университет Дружбы Народов. По поводу обучения, не буду вам, знаете, все в красках рассказывать, скоро будет видео, не на этом канале, но я обязательно в своем телеграм-канале скину вам на него ссылочку. Но я хочу вам также рассказать про возможность перевода в другой вуз или вообще на другое направление, все возможно. Тут кратце, вообще очень кратенько расскажу вам про историю моего перевода в Санкт-Петербургский государственный университет на бюджет. Как вы помните, это была моя мечта учиться на направлении международных отношений в СБГУ. Но не получилось по баллам, не прокатило, не фартануло. После второго курса, точнее после первого курса, перед вторым курсом, я решила подать просто заявление на перевод чисто по фану, потому что я думала, что я 100% не пройду. Что необходимо сделать для того, чтобы получить да на перевод именно в другой университет? Необходимо иметь менее чем 10 пунктов академической разницы. Что такое академическая разница? Это разница в ваших программах, тех дисциплинах, которые вы проходили. Это экзамены, это какие-то зачеты и это курсовая работа. Если какие-то из этих пунктов не принимаются, их должно быть до 10. До 10 и менее чем 50% всего плана, который был пройден. Далее вы должны отправить свою академическую, в общем оценки свои, должны запросить их в своем актуальном университете, чтобы отправить в новый университет. И просто там еще несколько документов, в целом там нет какого-то жесткого конкурса, не нужно, не знаю, решать тесты, не нужно сдавать какие-то творческие задания, танцевать с бундом. Этого всего не нужно, просто задаете свои оценки, показываете дисциплины, которые у вас проходили и подаете там какие-то формальные документы, заполните заявления и так далее. Каково же было мое удивление, когда 3 сентября в свой день рождения я открываю сайт и понимаю, что там появились вот эти списки людей, которые проходят, которые одобрены на перевод. Вот, я уже приехала в Москву, я уже учусь на втором курсе, я уже сходила на несколько пар, и тут мне говорят, что я прошла на бюджет. В итоге я туда не поехала, в силу того, что мне было достаточно тяжело распрощаться, во-первых, с работой, во-вторых, с моим окружением, в-третьих, с городом, потому что я бы, наверное, не смогла переехать одна в новый город. Плюс ко всему, у СПБГУ общежитие в Питергофе, это далеко, я была к такому не готова. Поэтому тут просто какой поинт, перевестись можно всегда, если вдруг вы попадаете и поступаете не на то направление или не в тот вуз, который вы изначально хотели, все можно изменить, даже когда вы уже сдали экзамены и можно их не пересдавать. Можно, конечно, пересдать, можно попробовать поступить на следующий год с теми же результатами, которые у вас были, а можно просто перевестись, когда вы уже студент. Надеюсь, что мой такой необычный опыт был вам полезен, вы взяли что-то новое для себя, если вам близко вообще все, что связано с английским, подготовка к ЕГЭ по английскому языку и вообще вся вот эта движуха образования, то я вас всех приглашаю в свой телеграм-канал, ссылка на него есть в описании и также можно отсканировать QR-код на этом слайде. Я всех благодарю за просмотр этого видео, очень рада, что вы вообще его решили посмотреть, если было интересно, можете поставить лайк, мне будет очень приятно. Спасибо всем еще раз огромное за просмотр, с вами была Шарин Келли и всем пока-пока!